В последний день робоскарта, проходящего в Москве на ВДНХ, в рамках 11-го Всероссийского технологического фестиваля, участники продемонстрировали навыки своих роботов в следующих компетенциях. Оператор марсохода, робо-гонки и робо-курьер. Пройти трассу слепую ребятам предстояло на соревновании оператор марсохода. Участники садились спиной к столу, где располагался маршрут и с помощью камеры отслеживали путь робота. Сами роботы работают от моторов, соединяющихся со специальной платой. Благодаря камере, которая подключена через Wi-Fi, водитель видит движение своего робота на планшете. По словам участников, проехать дистанцию было не самым сложным испытанием в рамках фестиваля из-за долгих тренировок и приобретенного опыта. В робо-курьере участники соревнования запускали своих роботов в специальные ангары, заранее пронумерованные. Судья заказывал номер ангара, куда должен приехать робот и привезти груз в виде специального кубика, а затем проехать на финиш. Участники программировали робота на определенный маршрут. Благодаря датчикам линий роботы двигались самостоятельно в течение всего пути. Настоящие гонки развернулись на заключительной части фестиваля робо-гонках. Каждый участник по очереди на время запускал своего робота на извилистую трассу. Роботы преодолевали длинное расстояние с большим количеством поворотов. Их движение зависело от навыков участника и правильного умения управлять. Некоторые ребята столкнулись с техническими неудачами в ходе фестиваля, но смогли вовремя все исправить. Так все роботы были запущены, участники продемонстрировали то, что они создавали в течение долгого времени. Чемпионат робоскарт подошел к концу. Победители получили свои награды, а участники бесценный опыт. Желаем им дальнейших успехов. С вами была Мария Кондратьева, Лига юных журналистов.